Шагедульна Екатерина. Восьмой класс. Посёлок Звёздный. Отрывок из рассказа Шолохова. Судьба человека. Из рейса бывало вернёшься в город? Понятно. Первым делом чайно. Перехватить чего-нибудь. Ну и, конечно, сто грамм выпить с остатку. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует. И вот. Один раз вижу возлечайно этого парнишку. На другой день опять вижу. Эдакий маленький оборвыш. Личика. Всё в арбузном соку. Покрытый пылью грязный, как прах, не чёсанный. А глазёнки. Как звёздочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже чудное дело. Начал скучать по нему. Спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился. Кто что даст. На четвёртый день прямо из-за вхоза, гружённый хлебом, Подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце. Ножёнками болтает. И по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко. Кричу ему. Эй, Ванюшка! Садись скорее в машину. Провочённый элеватор. А оттуда вернёмся сюда? Пообедаем. Он от моего укряка вздрогнул, скачет с крыльца, скарабкался на подножку и так тихонько говорит. А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут? И глазёнки широко раскрыл. Ждёт, что я ему отвечу. Но я ему отвечаю, что я, мол, человек бывалый. И всё знаю. Подошёл он с правой стороны. Я дверцу открыл. Посадил его рядом с собой. Шустрый такой парнишка. А вдруг чего-то притих. И нет-нет. Взглядит на меня из-под своих длинных, загнутых вверху ресниц. Вздохнёт. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю. Ваня, а где твой отец? Шепчет. Погиб на фронте. А мама? Мама бомбила в поезде, когда мы ехали. А откуда вы ехали? Не знаю. Не помню. И никого у тебя тут родных нет? Никого. А где же ты ночуешь? А где придётся? Закипела тут во мне горючая слеза. И я сразу решил. Не бывает тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И стало у меня на душе так тепло. Как-то светло. Говорю ему. Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Он как и спросил, так и выдохнул. Кто? Я ему так же тихо и отвечаю. Я твой отец. Боже мой! Что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею. Целует в губы, щёки, в лоб. И так тоненько, как свиристель, Что в кабинке глушь настала. Папка, родненький! Я знал, я знал, что ты меня найдёшь. Всё равно найдёшь. Я так долго ждал, когда ты ко мне найдёшь. И прижался ко мне. И трясётся, как травинка под ветром. А меня самого всего дрожь берёт. В глазах туман. И руки трясутся. Как я тогда руля не упустил? Тиву можно даться. Но в кювет всё же нечаянно съехал. Заглушил мотор. Постоял я так минут пять. Побоялся куда-либо ехать. Как бы на кого не наскочить. А сынок мой жмётся ко мне изо всех селёнок. Молчит и вздрагивает. Умнил я его правой рукой. А левой развернул машину. Поехал на свою квартиру. Какой уж мне элеватор. Когда мне не до элеватора было. Бросил машину возле ворот. Но своего сынишку взял на руки. А он, как обвил своими ручонками мою шею. Как прилип. И своей щекой к моей небритой щеке прильнул. Так я его и внёс. Вхожу. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Я захожу. Бодро на них так смотрю. И говорю. Вот. И нашёл я своего Ванюшку. Принимайте нас, добрые люди. Они оба мои бездетные. Сразу сообразили, в чём дело. Засуетились, забегали. А я никак сына от себя оторвать не могу. Но всё-таки уговорил. Помыл ему руки с мылом. Посадил за стол. Хозяйка в тарелку ему щей нылила. Да как увидела. С какой он жадностью ест. Так и разревелась. Стоит возле печи. Плачет себе в передник. Ванюшка мой увидел, что она плачет. Подбежал к ней. Дёргает её за подол. И говорит. Тётя. Почему вы плачете? Папа меня возле чайной нашёл. Тут всем радоваться надо. А то и подай бог. Ещё пуще разливается. Прямо-таки размокла вся. После обеда повёл его в парикмахерскую. Подстриг. А вечером сам искупал в корыте. Завернул в чистую простыню. Так он у меня на руках и уснул. И я бегом на элеватор. Сгрузил хлеб. И бегом по магазинам. Купил ему рубашонку, сандалики и куртуз из мочалки. И штаны суккунные. Всё это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. А за штанишки меня хозяйка даже разругала. Да, говорит, спятил в такую жару дитя суккунные штаны одевать. И моментально швейную машинку на стол. А через час моему варюшке были готовы сатиновые трусики и белая рубашонка с коротким рукавом. Спать я лёг вместе с ним. И за долгое время не спалось так легко. Перед рассветом проснулся. Не пойму, с чего мне так душно стало. А это, сынок мой, вылез из простыни. Вперёк меня улёгся. Раскинулся и ножонкой мне горло придавил. И беспокойно с ним спать. А вот привык. Скучно мне без него. Ночью-то погладишь его сонного. То волосёнки на вихрах понюхаешь. И сердце отходит. Становится мягче. А то ведь у меня оно закаменело от горя.